Поправки в бюджет стали основным вопросом внеочередного заседания Совета депутатов Одинцовского округа. Доходы бюджета округа на 2021 год увеличены в целом на 338 миллионов рублей, расходы на 229 миллионов рублей. С учетом данных изменений доходы составят в 2021 году 28 миллиардов рублей, расходы 30,4 миллиарда рублей. Доходы увеличены за счет земельного налога, использования имущества, оказания платных услуг, поступления штрафов. Расходы будут на приобретение нежилых помещений в муниципальную собственность, проведение дополнительных работ по ремонту и благоустройству учреждений образования и другие нужды. На оснащение учреждений образования камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» направлено 1 миллион 200 тысяч рублей. Увеличены расходы бюджета на предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на общую сумму 70 миллионов рублей в целях возмещения недополученных доходов предприятий в результате превышения фактических затрат на производство и реализацию коммунальных услуг над учтенными в установленных тарифах. В целях расчета за поставленные энергоресурсы. Также на повестке дня вопрос установления величины порогового значения доходов и стоимости имущества для признания жителей округа малоимущими и предоставления им жилья по договору социального найма. Сейчас для расчетов используется пороговое значение в размере 5 593 рубля. С 1 января 2022 года его предлагается увеличить почти в полтора раза. В связи с увеличением рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади комитетом по тарифам и ценам была установлена стоимость 1 квадратного метра по Одинцовскому городскому округу в размере 140 876 рублей. Поэтому путем расчета по соответствующей формуле пороговое значение составит 8217 рублей. Большинством голосов все озвученные изменения были поддержаны муниципальными депутатами. Наталья Гончарова, Жанна Набог, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.